Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, читаем книгу пророка Иоэля с порталом экзегет.ру. Главная тема всего сочинения – тема Дня Господня. И это понятие, этот феномен на разных уровнях осмысляется автором сочинения и в первой, и во второй, и в третьей главе этой книги. На каждом из уровней образ подвергается масштабированию. Если в первой главе это есть то, что случилось с сообществом Южного Царства, с Израилем, с Иерусалимом, то во главе второй и далее образ касается уже всего мироздания. Возникает тема эстехотологических ожиданий, чаяний. И в этом отношении книга показывает себя сочинением немножко более поздним, чем принято о ней думать. Наверное, она была написана во времена уже в послепленные, примерно в V, а возможно и в IV веках до христианской эры. Потому что тема апокалипсики, эстехотологии появляется в Ветхом Завете, ну скажем так, не в начале и не в середине жизни этой традиции, большую литературную традицию. И вот возникает тема Дня Господня, которая вполне открывается, развивается во второй главе книги этого сочинения. Читаем. Стих первый. «Трубите в рог на Сионе и поднимите тревогу. У меня на святой горе все жители пусть трепещут. Пришел день Господень, он близок». Описание тревоги. Это знак тревоги. На горах были посты, возвышенные места, где были по-нашему пограничники, осматривали пределы. И вот возникает сигнал, сигнал тревожный, сигнал из рога о том, что есть военное вторжение. И это называется вторжение Днем Господним. День мрака и тьмы, день мглы и бури. То не лучи зари растекаются по горам, то народ несметный и мощный. «Каких не видали от века, каких уже не увидят грядущие поколения». Описывается нашествие саранчи, которое летит с востока или с северо-востока, захватывает поля, пастбища, другие регионы, деревни, города. Если в главе первой описывается нашествие саранчи, то в главе второй эта саранча понимается как нашествие иноземного войска. Несметное полчища, люди сильные, люди отважные, люди умелые идут с севера и с востока, чтобы завоевать божий народ, божье племя. Описывается в этом стихе, в втором стихе, очень важные понятия, знакомые нам при чтении Торы, закона Моисеева. Образ тьмы, образ мрака – это то, что сопровождает и творение мироздания, и также момент исхода божьего народа из Египта. День Господень, когда Бог вмешивается в историю мироздания, либо его творит, либо спасает народ свой из плена египетского, сопровождается именно этими явлениями. Возникает ситуация, где господствует мрак, господствует тьма. Читаем дальше, стих 3. Перед ним огонь всепожирающий, позади полыхает пламя, пред его приходом земля, как Эдемский сад, а после него пустыня, от него не спастись никому. На вид они словно кони, как скакуны летят, так по горным вершинам колесницы с грохотом мчатся, так рещит огонь, пожирая солому, так огромное войско рядами идет в сражение. Описывается в этих трех стихах, третьем, четвертом и пятом, нашествие конницы. Здесь колесницы, эта конница, она может как будто бы и по горам, и по вершинам скакать. Это какая-то очень отважная и умелая конница, могучая военная сила тех времен. Сжались страхи, пред ним народы, бледны от ужаса лицы, на приступ идут, как ратники, как воины стены штурмуют, зная место свое в строю, вперед продвигаются твердо. Войско иноплеменников вызывает восхищение, как будто бы автор любуется их слаженностью, их выучкой, их мастерством. Воистину необычные люди, это воистину люди, которых послал Бог, чтобы нечто важное в истории Израиля совершить. Не толкая друг друга и не ломая строя, под градом стрел они наступают. Ряды их несогрушимы, они врываются в город, они бегут по стене, они проникают в дома, врезают в окна, как вор. Лучшие воины, слаженные, выученные, дисциплинированные, порядок свой знают, у каждого свое есть дело, автор лицезрея захват имя Иерусалима, испытывает восхищение, как хорошо они воюют. Между тем, образ грабителя, вора, встречающийся дважды в этой главе уже, это есть образ, который присутствует и в Новом Завете, потому что описывается пришествие Дня Господня и Великого и Страшного, также внезапным описывается он, как пришествие грабителя, вора в дом хозяев. «Пред ними трепещет земля и дрожат небеса, солнца с луною затмились, померкло сияние звезд». Вот масштаб понимания Дня Господня меняется, воистину уже всемироздание, и светило небесное, и луна, и солнце, и звезды охвачены этим явлением. «Голос Господа слышен, это Он ведет свое войско, Его полчища неисчислимы, рати Его несметны, и Слово Его покорны, велик День Господа, страшен, кто Его переживет?» Это очень необычная мысль, друзья, не всем, правда, это понятно. В этой мысли озвучивается очень такая дикая вещь для каждого еврейского уха, особенно жившего в те времена, мысль о том, что войско это, пришедшее, чтобы захватить, храм разрушить, пленить всех, город Иерусалим уничтожить, это есть войско Господа. Именно Бог является как будто бы вдохновителем, да, или каким-то вышаком этого научного, этого экипированного, слаженного войска. Это есть войско Господне, во главе завоевателей идет сам Бог. И в этом наблюдении, в этом суждении мы находим одно очень важное свойство всего Ветхого Завета. Конечно же, это есть литература одного народа, израильского народа, это есть еврейская Библия. И, конечно же, в этой связи очень часто позиция, когда нечто оценивается в истории мира или истории самого Израиля, имеет характер евреоцентричной оценки. То есть, как казалось этому народу, что-то, вот какая-то оценка окружающих событий, реалий, то и оказалось занесенным в эту книгу. Это есть естественное проявление того, что это есть какая-то Библия, книга одного народа. Однако при всем при этом очень часто масштаб описываемых событий, даваемых оценок, он выше лишь какого-то одного этноса. Воистину, авторы библейские были способны к тому, чтобы оценить процессы с какой-то глобальной, какой-то универсальной перспективы. То же самое мы видим здесь. Да, нас завоевывают, да, наших захватывают в плен, наш город уничтожают, но при всем при этом народ, который Бог приводит сюда, он тоже имеет какую-то связь с Богом, он тоже является носителем какой-то Божьей миссии и какой-то важный Божий план исполняется, когда они нас завоевывают. Читаем дальше. Кто знает, вдруг он передумает, бедствие вновь отменит и благословит дарами, хлебной жертвой и возлиянием Господу вашему Богу. Трубите в рог на Сеоне, пост объявите, работу оставьте, соберите народ, созовите общину, стариков и детей и грудных младенцев, пусть спальню жених покинет и брачный покой покинет невеста. Воевать невозможно, невозможно спастись от этого бедствия. Что предлагает автор, какой план действия предлагает он? План очень простой. Собраться и каяться, и раскаяться, объявить момент покаяния, чтобы это смогло как-то повлиять на решение Бога и обратить его решение свой день начать, учредить день Господень в истории этого народа. Покаяние касается и чего-то в утреннего, раскаяния в проступках, но и чего-то внешнего. Пост, воздержание от радостей, от брачного общения, как написано в стихе 16-м. Меж храмом и жертвенником пусть священники плачут, пусть взывают служителей Господа, Господи, пощади свой народ, достояние свое не выставляй на позор, на посмешище иноплеменников, пусть не скажут народы, где же их Бог. Опять возникают священники, опять возникает храм, что подтверждает тезис о том, что автор этого текста был связан с храмом, возможно, был либо священником, либо был каким-то прихрамовым служителем, прихрамовым пророком. И момент покаяния сопровождается вот таким вот взыванием к Богу, Господу. Пусть, Господи, не скажут народы, когда ты нас покараешь, где же был их Бог, где же их был Господь, почему Он их не защитил. Это есть довольно частое обращение к Богу, немножко, конечно же, манипулятивное, оно встречается и в книге Исход, и книге Второзакония, и других книгах, как бы говорится Богу, если ты, Бог, нас оставишь, нас уничтожат, нас воюют, то они же и скажут, а где же был их Бог? И поэтому, Господи, чтобы тебя не осуждала мысль, либо язык язычника, сохрани уж и нас, твой народ, твоих грешников, но твоих грешников, да, сохрани нас, пожалуйста, от этого несчастного бедствия. Стало больно Господу за свою страну, и Он пожалел свой народ. Описывается, ну, нередкое, ну, и не очень частое событие, когда Бог раскаивается. Вот Богу стало больно за свой народ, и Он пожалел свой народ, Он как будто бы раскаялся. Молитва услышана, в сюжете наступает поворот, да, и Яхова выступает вновь защитником и земли, и народа. В его ответе, который будет ниже, дается обещание того, что однажды у тебя, Израиль, у тебя, Иудея, будет в изобилии и зерна, и масла, и вина. Господь сказал своему народу, смотрите, я вам посылаю зерно, молодое вино, посылаю масло, олив, вы получите все в изобилии. Больше не выставлю вас иноплеменникам на поругание. Бог обещает компенсировать однажды то, что было понесено, испытано иудеями все порушенное, уничтоженное, съеденное саранчой, восстановить, заново возрастить, и больше никогда, как утверждает Бог, не будет завоевания и поругания его народа. А северного врага, он говорит, я прочь от вас прогоню, по безлюдной пустыне рассею, передовые отряды, сброшу в восточное море, тех, что позади идут, в море западное, смрад и зловоние, пойдут от их трупов, да, и великое дело он сотворил. Ну, описывается здесь очень ветхозаветный сюжет, когда Бог расправляется над врагами, врагами Израиля. Тут, конечно же, господствует такая евреоцентричная перспектива. Бог однажды наших врагов, наших обидчиков, вот так вот с ними расправится, всех уничтожит, от нас прогонят, бросит их трупы в пустыне, и там будет от их трупов великое зловоние и смрад. Да, великое дело Бог сотворил. Негативное Богом, приведенное в Израиль, им же и удаляется, им же устраняется из жизни своего народа. Не бойся, земля, ликуй, веселись, великое дело Господь нам сотворил. Не бойтесь, дикие звери, степные пастбища, зеленые, на деревьях висят плоды, смоковницы, виноград, богатые дают урожай. Спасение касается всего мироздания, меняется настроение текста, минор, грусть, ожидание расправы, сменяется мыслью о спасении и торжестве, об искуплении, и касается все это позитивное благое всего мироздания. Деревья, смоковниц, виноградных лоз, урожай везде присутствует, ну и так далее. И вы, сыны Сиона, ликуйте и веселитесь о Господе вашем Боге. Осенний дождь вам во благо он дал, он вам посылал дождь осенний, и ливень весенний, как прежде. То, что было разрушено в природе, цикл урожая и весны разрушенный, опять восстановлен, восстановлен, возникает обычно для еврейского года цикла аграрного смена сезонов, дождь осенний, дождь весенний, то есть все будет работать, как и раньше, до разрушения, до завоевания, до саранчи. На таку будет много зерна, переполняются ямы вдовильнях, вином и маслом олив, я вам возмещу урожай прошлых лет, сожранный саранчою, которую рой за роем, словно войско огромное, я посылал на вас. Будет седусть это есть и славить имя Господне, имя вашего Бога, сотворившего для вас чудеса, не будет покрыт позором мой народ никогда. Вот насыщение, обилие урожая, это есть элемент будущего царства, царства, когда Господь будет царствовать над своим народом, когда эпоха кары, наказания и отмщения будет уже в прошлом. И вот описывается здесь то, что Господь вмешается в историю и опять все сделает полным изобилие, сытости и благоденствия. «Вы поймете, что я обитаю посреди народа Израиля, что я Господь Бог ваш, и кроме меня нет иных, не будет покрыт позором мой народ никогда». 27 стих. После этого стиха, где описывается искупление и примирение с Богом в земных, нам понятных категориях, урожай будет, лоза будет полна виноградом, будет оливковое масло, дожди, осенние и весенние, меняется масштаб описываемого будущего времени. Понимаете? Меняется какой-то вот, какой-то регистр, повышается еще выше. И дальше описывается то, что, ну, действительно, слабо вписывается в представление о нормальной, реальной земной истории. И на основании этого стихи 28-32 главы 2 выделяются в Библии еврейской и издавна, с давних времен, в отдельную третью главу, потому что именно в этих стихах описывается настоящая эсхатология, будущее, проявление Божьего Духа, Божьей благодати в истории своего народа. Итак, что описывается здесь дальше? Описываются космического масштаба процессы. Читаем 28 стих, являющийся в Библии еврейской, главой 3, стихом 1 книги пророка Иолия. А после наступит время, и свой дух я пролью на всех. Сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар. Будут вещи и сны у старцев, у юношей ваших будут видения. Вот этот стих, который присутствует и в Писании Новозаветном, это уже книга деяний, он очень заслуживает довольно такого серьезного к себе внимания. Описывается то, что действительно касается уже не просто мира природного, аграрных разных вещей, урожай, посев, сбор урожая, давильные виноградные, ток, там зерно на токе и так далее, гумно и прочие вещи. Описываются другие процессы. Дух Божий будет как будто бы пролит, да, или вылет с какого-то сосуда на весь народ. Если раньше, во времена Ветхозаветные, современные Иоилю, современные пророку, Ильи, Елисею и прочим, Дух Божий опускался капельками на царей, на божьих каких-то избранников, на пророков, на священников, и все, да, вот на кого падали струйки или капли Божьего Духа, то однажды вместо капелек будет настоящий ливень, и Бог опротинет, сосуд благодатя на весь народ. Бог прольет своего Духа на всех. На кого на всех? Может, на каких-то важных персонажей, да, самых образованных, самых статусных, самых умных? Нет на всех. А именно на сыновей, на дочерей, на старцев, на юношей, ну, даже на мальчиков, которые ничего еще не сделали, никак еще ничему не научились, и то на них будет пролит Дух Господень. То есть, в этом стихе выражается очень важная мысль присутствие Божье Его Духом будет максимальным в те времена. Какие времена? А вот те времена, далекие времена, которые мы называем временами эсхатологическими, которые по нашему христианскому учению уже наступили, или, иначе говоря, начали проявлять себя в полноте. По христианскому учению, действительно, Дух Святой как будто бы излился на каждого человека, и в Таинстве Крещения есть чин миропомазания, где при помазании тела крещеного ребенка или взрослого человека священным миром Божья благодать как будто бы изливается на каждого отдельного человека, и Бог максимально, как это возможно, присутствует в жизни именно этого человека. Дальше, больше. Написано в 29 стихе. В те дни я пролью свой дух даже на рабов и на рабынь, на бесправных, на чьих-то людей, на чью-то собственность, на то, что казалось людям сопоставимым по положению с коровой, с лошадью, с валом и так далее, даже на них будет излит Божий дух. Дам знамение на небе, на земле, кровь, огонь и столбы дыма. Настоящие знаки богоявления, эпифании, теофании, это все было и кровь, и огонь, и столбы дыма и в Египте, и на Синае, и когда Бог себя проявлял в полноте, именно эти явления, они тоже сопровождают явление Бога. И так вот, меняется порядок нормальной жизни. Те, кто раньше были бесправные, учимые, от кого-то получающие как посредников Божьей какие-то дары, они оказываются носителями Божьей благодати, Божьих даров во всей их полноте. Дам знамение на небе, на земле, кровь, огонь и столбы дыма, солнце во тьму превратятся, кровью станет луна, и придет день Господень, великий и страшный. И тогда каждый, кто вызовет Господу, будет спасен. На горе Сион в Иерусалиме сохранится остаток жителей, как обещал Господь, выживут те, кого Господь призовет. Возникает еще одна тема, тема необычная, тема такая, модерновая для Ветхого Завета, тема остатка. И вот этот остаток, верный Богу, собравшийся в Иерусалиме, призвавший имя Господа, то есть сохранивший свою веру на Него, полагающийся лишь на Бога, и вот тот-то будет спасен. На Горисеон будет их собрание, и там сохранится остаток. В дальнейшем христианском уже богословии этим остатком называется, именуется вся церковь, весь народ Божий, народ христианский, народ Нового Израиля. В этой связи мы видим, как слова, которые написаны были в далекие древние времена, оказываются в контексте времен новозаветных и наших времен актуальными и живыми. Книга пророка Иоиля говорит с нами языком уже Нового Завета, языком примирения, искупления и спасения. Дорогие друзья, это была глава вторая книги пророка Иоиля. Читаем книгу пророка Иоиля с порталом экзоди.ру С вами священник Алексей Волочков. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok